Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Галина Кочерова. Намеченный план по сбору средств на капремонт практически выполнен, отмечают в правительстве области. В отдельных муниципалитетах внесли необходимую сумму более 90% граждан, доложил вице-губернатор Сергей Шаль. В Магнитогорске эта цифра составляет 70%. Напомню, в этом году в регионе по программе капремонта было отремонтировано 414 многоквартирных домов на общую сумму 550 миллионов рублей. В будущем году объем финансирования будет увеличен в три раза. На эти цели планируется направить 1,5 миллиарда рублей и не только увеличить число отремонтированных домов, но и расширить виды работ. Магнитогорский металлургический комбинат подтверждает статус социально ориентированного предприятия. С начала года на соцпрограммы ММК направил больше миллиарда рублей. Крупнейший благотворительный проект комбината касается прежде всего поддержки неработающих пенсионеров и инвалидов. Кроме того, значительная часть средств была выделена на профилактику заболеваний, лечение работников предприятия. Также стоит отметить и традиционные программы, направленные на развитие спорта, поддержку материнства, детства и многодетных семей. Кто работает легально, а кто подвергает горожан опасности? В Магнитогорске стартовала массовая проверка мест торговли пиротехникой. Их сейчас в городе около 20 и ближе к Новому году количество будет увеличиваться. Инспекторы проверяют, есть ли сертификаты и каковы условия хранения. Наличие сертификатов – это одно из главнейших. Затем смотрим целостность упаковки, чтобы не было просрочено пиротехническое изделие, смотрим срок годности. Также смотрим, как хранится пиротехника, то есть это очень важно. Она должна храниться вдали от нагревательных приборов, от приборов отопления. В помещении должны быть огнетушители и исправная пожарная сигнализация. Такие таблички и ограждения в магазине не случайны. Трогать руками пиротехнику покупателям категорически запрещено. По статистике, несчастные случаи происходят чаще всего из-за неправильного обращения. Волонтеры МГТУ провели необычный квест для первокурсников и старшеклассников. Главная цель – обратить внимание горожан на проблемы экологии. Всего девять этапов, пять из которых спортивных и четыре интеллектуальных. За победу боролись 14 команд. Организаторы эко-квеста обещают это только начало. Год от года мероприятие будет становиться масштабнее, ссылаясь на опыт учебных заведений в других городах, где подобный квест уже добрая традиция. Магнитогорские рукодельницы помогут малоимущим. С 20 декабря до праздника Крещения в церковной лавке Кафедрального собора Вознесения Христова будет проходить благотворительная рождественская ярмарка. Вырученные средства направят многодетным и малоимущим, инвалидам и бездомным людям. Мастеров и мастериц призывают не оставаться в стороне. Церковь примет в дар различные изделия, сделанные своими руками. Открытки, вязные вещи, сувениры, мыло, ручные работы. МЧС предупреждает об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, сегодня в Магнитогорске ожидается дождь, мокрый снег, метель и усиление ветра до 25 метров в секунду. В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы, вероятной аварии и заторы на дорогах. Далее подробнее о том, какая будет погода в Магнитогорске и его окрестностях. Я же с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ферженпенуазе сегодня днем температура воздуха будет около нуля. В Кизильском районе воздух прогреется до 2 градусов. В Верхнеуральском районе ожидается 0,2. И в Магнитогорске пасмурно, без осадков, днем 0,2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА